Павел Зорин Павел Зорин Павел Зорин Павел Зорин Это означает, что государство всерьез услышало запрос населения на тему экологии, на серьезный контроль над экологическими нарушениями. Что показывают проверки? Да, я скажу, да, внеплановые проверки начали больше проводить, их на самом деле стало намного больше в разы, чем плановые. То есть сейчас не предупреждают предприятия, проводятся внеплановые. Как происходят внеплановые проверки? В основном это по данным общественной организации, общественников, людей, даже тех же работников предприятий, которые говорят о нарушении внутри самого предприятия. Что касается Челябинского электрометаллургического комбината, то есть проблема в основном с отвалами, с конкретными цехами. Там электродный цех есть у них, к седьмому цеху есть вопросы. То есть есть вопросы по отвалам, которые говорят сейчас, и нужно их рекультивировать, чтобы они не стояли в центре города. Только из предприятия Мечил, то постоянно выявляются какие-то стоки. То есть мы сами находили и выходили с тех же отвалов, там кислотные ручьи бежали, по ним там заводили какие-то дела. Это мы знаем два уголовных дела, которые касаются атмосферного воздуха, слива, хтутьеводные объекты. И задача стоит такая, это максимальная задача вообще всех надзорных органов, да и на нас, в принципе, общественников. Чтобы максимально до конца довести все эти дела, чтобы было максимально строгое наказание. Чтобы не повадно было. Потому что сейчас происходит такая ситуация, что гораздо проще договориться, сделать бюджет на юристов, отознать лицензию какой-то, лабораторию, еще что-то. И развалить все это. Я прошу прощения, вот давайте разделять мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот проверки, это проверки силовых государственных органов, уполномоченных на это и имеющих значение. О каких здесь проверках говорят, что они идут там и так далее. Вот эти псевдообщественники, они могут проверяться, сколько хотят. Это их личные инициативы, которые они могут засунуть себя в портмоне. На самом деле, государство взялось за этот вопрос. Серьезнейшим образом. Это реализация послания президента. Вот реальное его воплощение. Мы наблюдаем, что это были не просто якобы, да, там, что-то поговорили перед выбором. Мы наблюдаем государственную политику, совершенно реальную, совершенно четкую. Ну, мы помним, что буквально недавно предприятиям Челябинска пообещали налоговые льготы, если они согласятся, модернизировать собственное производство с целью уменьшения нагрузок на экологию. Не повлечет ли вот здесь какие-то печальных, скажем, последствия? Абсолютно нет. Пожалуйста, ребят, вы получаете льготу, но выполняйте все природоохранные мероприятия свои. Как бы это, те же связанные, которые, вот, уголовные дела, они должны продолжиться, они должны быть доведены до конца. Как бы это, поэтому эта работа ведется в том году, в этом году и будет вестись дальше она, в любом, в любом случае. Внимание к этим вещам очень-очень большое. Раньше, на самом деле, выявлялось мало нарушений. Понятно, что это государственная политика, что государство, никто этого не отрицает. Это, на самом деле, общественно, совместно с властями, потому что те же два уголовных дела, родились которые, они родились не из бухты-барахты, приехали, сломали забор сначала. Они родились в том, что выявили конкретные нарушения. На самом деле, они уже выявили уголовные дела. А вот обыски, которые у нас проходили, это, на самом деле, беспрецедентный случай, когда уже почти все, уже нужно собирать доказательную базу для уголовного дела. И приходят надзорные органы или те же МВД и говорят, ребят, отдайте нам документы по вашей лаборатории, по вашим показателям, технические документации. Они говорят, нет, ребят, извините, мы там с кем-то договорились и все, нет, мы давать не будем. И уже потом органы уведомляют, что у них будут обыски. И приходят, и обыскивают, и изымают эту документацию. Для того, чтобы собрать доказательную базу, это оперативное мероприятие, чтобы дальше была фактура, доказательная база для этого уголовного дела. Ну а насколько сложно вообще довести до суда уже конкретно какое-то дело и конкретное нарушение, если вот существуют факты и действительно, насколько сложно потом еще доказать это в суде? То есть мы принимаем политику, что все равны и все должны выполнять нормы. Есть разница, это крупное предприятие, малое предприятие, какое предприятие, чье оно. Кто вы принимаете позицию? Вы областная власть, государственная власть. Мы принимаем позицию, что все равны. Это вообще-то конституция. Конституция, конечно. Мы все граждане тогда принимаем эту позицию. Конечно, а что вы не согласны с нас? Вы вместе, все с нами. Говорите, что вы все принимаете позицию. А мы не с людьми? Не с людьми как-то? Какая-то странная у нас логика у вас. Мы вряд ли с вами. Абсолютно. Хорошо, давайте дальнейшие тогда какие действия. То есть сейчас мы найдем нарушителей, сейчас мы их накажем. Что дальше? Каким-то образом модернизируются ли наши предприятия сегодня? Вообще готовы ли, скажем, вступить на новый этап? Готов предприниматель. Станет в тот момент уменьшить свою прибыль и перестать выжимать последний пот из своего наемного работника. Когда над ним встанет социальное государство и скажет, что если ты не умеришь свои воровские аппетиты, то ты будешь сидеть. И именно это обуздание олигархата и происходит сейчас. Это прекрасно. А есть ли кроме налоговых льгот еще какие-то программы, которые, скажем, позволят предпринимателям выйти на новый уровень? Ну и вообще, какая работа вот в этом направлении сейчас ведется? В том числе, наверняка, это должна быть какая-то совместная работа и с экологами. Нет, на самом деле это дело самого предпринимателя. Если ответственный предприниматель, если не какой-то, который просто надо выкачать, он отдает себе что-то, он вкладывает в модернизацию своего производства. Когда он модернизирует, у него и проверки те же уменьшаются. И в принципе, у него экономический выход в себе даже лучше, элементарно. Есть те, которые просто хотят тупо забрать, как у нас есть с некоторыми крупными предприятиями это. Это мы прекрасно понимаем. И по ним, когда им выгодно платить штраф административный 100-500 тысяч, для них это мелочи эти деньги. Но когда где-нибудь будет уголовка, когда за это кто-то будет конкретно уголовно наказан, начальник цеха, еще кто-то, предприниматель начинает тогда задумываться, что один раз так получил, значит, это могут сделать и на следующий день, и завтра, и послезавтра, и после-послезавтра. Это могут сделать. Поэтому здесь уже, конечно, должны они уже начинать соображать, думать и вкладывать. Потому же вот в закону, опять же, налоговых льгот, они могут включить любую плановую модернизацию, да, как бы это, и ничего не делать. Это не означает, что им дали налоговые льготы и от них отстали. И кто от них отставать не будет. Если нарушаете, будьте добры ответить, в любом случае. Но есть ли какие-то уже положительные примеры на наших предприятиях, когда действительно, может быть, удалось модернизировать и выйти на новый уровень? Положительные примеры, то есть это касается как бы не прям крупных гигантов, средних предприятий, там занимаюсь, допустим, гидрометаллургией, еще чем-то. Были конкретные предписания, то есть о приостановке деятельности на 90 суток. Что такое приостановка деятельности? Это для них деньги, естественно. То есть это простое. Конечно, не пытаются приложить на своих рабочих эти траты, как бы другой же вопрос. Но приостановки деятельности были. И сейчас, помимо приостановки деятельности, мы пошли по пути для того, что где предприятие не должно быть вообще выходить в суд с тем, о том, что предприятие там не должно стоять даже, что там не попадает в санитарную зону, еще что-то. А пока, да, на уровне административных штрафов каких-то крупных. Но вот какого-то уголовного на претендента, доведенного до конца, еще, конечно, не было. Но это бы очень бы хотелось. И больше, чтобы дальше эта практика продолжалась вообще, в принципе. То есть я так понимаю, что нужно посадить очередного олигарха? Причем, ну понятно, что начальник цеха не виноват. Ну понятно. Это же понятно, да? Понятно, кто хозяин. Кто сказал, да. Есть какие-то менее радикальные способы для того, чтобы... Вы считаете, что это радикальный способ? Если будет доказано вина собственника, конечно. Если будет доказана вина, ну простите, он должен отвечать так же, как все. По законам Российской Федерации. По законам Российской Федерации сказано, тюрьма твой дом. Значит, тюрьма твой дом. Это вот они должны быть равны. Ну а нахождение какого-то компромиссного пути? В смысле... Я имею в виду устранение... В смысле нарушение закона и Конституции, выделение тебя в отдельную касту, для того, чтобы ты меньше нас травил? Нет, я про устранение нарушения. Какое может быть соглашение на уровне Конституции, когда все равны? Есть доказанное дело, есть дело, будет и тело. Ну вот я другой немного пример приведу, что касается отходов, что какие-то там компромиссные случаи возникают. Есть такая практика в Российской Федерации, в других регионах, и у нас она начала применяться. Это касается отходов, когда считают предприятие некий ущерб, допустим, на 1 миллиард рублей они должны выплатить бюджет. В суде, в досудебном порядке, в заявленном порядке, у них заключается соглашение о том, что этот миллиард, он делится на то, чтобы ликвидировать этот ущерб. Что предприятия за счет этих денег предоставляют в суд документы, что они ликвидируют этот ущерб. Такая практика не есть, но эта практика не касается загрязнения тассоверного воздуха. Как можно как бы это, да, то есть здесь это. Поэтому в любом случае, если есть нарушение, должно быть наказание. И если постоянно, то есть никак мы один раз завели одно дело, напугали кого-то и успокоились. Нет, если постоянно такая практика будет вестись, то начнут они задумываться. То есть в ближайшее время нам ожидать и дальнейших проверок, в том числе и неплановых. Это зависит от наших органов. Можно одно замечание. Я думаю, что вот эти проверки стали прежде всего результатом огромного количества индивидуальных жалоб граждан и жителей на то, что их права на чистый, ну, более или менее хотя бы чистый, да, воздух нарушаются. И вот чем пока граждане не начнут, это та ситуация, когда количество перерастает в качество. Но пока граждане не начнут заявлять, вот мы все сидим, ругаемся на кухнях, в фейсбуках, вот вы заявляйте. Не может государство не реагировать на такое количество обращений граждан. И оно будет реагировать. И будет меняться его политика. Но будем надеяться, что это еще будет приводить к результату. Андрей правильно сказал про качество. Потому что, к сожалению, то есть мы раньше испытывали такое, что было время, когда жалоб не было. То есть ни экологам там никуда не было жалоб. Население, да мы живем в промышленном городе, что мы там говорим, да. Мы бы перешли в период, когда был мыльный пузырь, когда были просто жалобы, воняет в городе, как бы, да. И мы там искали иголку в стоге сена, как говорится. И сейчас пришло в качественное. Когда звонят там конкуренты предприятия, не знаю, там соседние площадки, там сами работники. Уже с предметной жалобами. Говорят, конкретное предприятие, конкретный цех, конкретная печь. И вот по таким, конечно, уже как бы здесь более эффект, конечно, вот качественно происходит. И на основании таких жалоб конкретных, конечно, можно больше внеплановых проверок проводить. Это как бы это, это тоже должны все понимать. Ну что ж, спасибо. Напомню, сегодня у нас в гостях были политолог Андрей Лавров и общественника Виталий Безруков. Это была программа «Есть вопрос». Меня зовут Павел Зорин. До встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!